Потому что здесь у нас стыкуется три участка, вот здесь у нас рожь сзади вас, здесь горох зеленый, здесь у нас полба, пруно. Это французский сорт Мадрас, это кондитерский горох, он зеленый и снаружи и внутри, очень довольно-таки вкусный, он применяется и для консервирования, он применяется и для дальнейшей работы с ним. И вот преимущество этого гороха в том, что можно его продать дважды, не то что дважды, а в два этапа. Значит, можно заключить договора с любой консервным предприятием, то есть продать сейчас в фазе молочно-восковой спелости, они людям присылают комбайны, убирают, сколько позволяет именно созревание гороха, а потом то, что остается, оно убирается уже на зерно. Ну, мы попытались заняться этим вопросом, продать его на горошек, ну, там они вообще выдвигаются такие смешные цены, поэтому мы отказались от этого мероприятия. Вот, оставляем мы его на зерно и уже дальнейшая работа будет происходить с этим зерном. Значит, ну, раз уже начал за горох, значит, что мы с него имеем? Значит, мы убираем это зерно, потом дальнейшая судьба его какая? Значит, мы его чистим, мы его калибруем, мы его в пневмосепараторе обрабатываем, то есть убираем мелочь всякую по весу. И финишная обработка, это у нас идет обработка и на пяткусах, и уже на выхлопе идет у нас фотосепаратор. Убираем по цвету, который некондиционный и так далее. Затем у нас есть два варианта, даже три варианта продаж, это первый вариант. Продается горох как на проращивание, довольно-таки популярная тема у нас, это хорошо берут его. Дальше мы его колем на ЗШНК, эта машина такая есть, зерношелушильная. Колем его, затем мы его, вернее, сначала шерушим, потом колем. Колотый горох, мы его дополнительно потом обмасливаем, и уже идет он к реализации. Ну, либо просто продаем как крупу половинки. И еще там есть у нас в процессе колки, появляется такая фракция, как мелкая, ну крупнее, чем мучка, но мельче, чем крупа. Такая интересная фракция, которая очень хорошо подходит к парке супов. Ну, это мы уже как бы в процессе поняли, что это тоже продается, и можно продавать его. Вот, это то, что касается гороха. Горох сейчас как раз-таки, вот как он, как вроде подгадал, сейчас он в той стадии, когда его нужно кушать. Так что, пожалуйста, можете, да, попробовать. Можно, да. Можно, а хлеб попробую. Дальше что, да? Горчица на горохе, вот скажите, для всех, вы в автобусе сказали, для части, почему именно на горохе? На горохе горчицу, вот видите, да, желтая полоска, это подсеянная горчица. Горчица, она является как бы, ну, приманкой или такой, лжекультурой, на которую все вредители собираются. Оно работает, мы сеем регулярно. На чечевицах, на бобовых горчица, ну, это в книжках прописано, только читать на смотрение. А брухус? А? Брухус. Ну, как он на горчицу, если брухус нужен домик, а домик это горошина. Я же про это спрашиваю. Ну, я же не только за брухуса говорю, там еще масса вредителей. Да никак, вот как есть, так и все. Так и нет. А? Нет. Брухуса? В прошлом году вообще не было. В прошлом году ни столки не было. Да, я проходил по лузкам, нет. Нет, в прошлом году столки не было, в этом году есть. Ну, что делать? Оно же, знаете, как тараканы ушли из домов у людей, да, куда делись, никто не знает. Так год на год же не приходится. Ну, погодные условия, не знаю. Наверное. Поэтому с брухусом, где у нас отдел, вот у нас, познакомьтесь, это вот Елена Николаевна, руку поднимите. Это у нас руководитель отдела продаж, значит. Все вот эти брухусы и все остальное, что вылетает потом в магазине и так далее, вот она. Она переваривает все эти претензии, акты и все прочее. Но куда мы от него денемся? Никуда. Тем более, вот начинают писать, вот у вас брухус. Говорят, покупайте такой горох, который химиообработан, там ничего нет. Ну, правильно? А в бурту не пробовали, ничем, брухуса? Может, тоже либо придумать, можно биологический губитометр? Именно в бурту не на поле пробовать? Да нету. В бурту, во-первых, он живет весь в Горошине и не вылазит. Он начнет, он же закупорился. Да я понимаю. Он начнет вылетать у нас в март-апрель. Ну, это только фосфина, а фосфина это яд. Поэтому нет, ничего. Вот. Что еще есть? Есть вопросы? Нет? Поехали дальше. Да, поедем дальше. Хорошо. Друзья, я хочу тему затронуть по покровным культурам. Если кому интересно, в сентябре, 10 числа в Крыму будем проводить День поля в хозяйстве фермерском перепелицы. Очень интересный опыт. Он высевает коктейли из двух-трех десятков покровных культур. Получает очень интересный эффект на последующих культурах зерновых. Там осадков выпадает еще меньше, чем в этой зоне. Это Крым, как вы понимаете. Если интересно, то приезжайте посмотреть и послушать. 10 сентября. Но я вам скажу, что седираты для биопроизводства это очень хороший выход. И решение многих вопросов. Потому что здесь два варианта в биопроизводстве. Два варианта. Либо держать пар. Но это самая дорогая культура. Потому что мы в прошлом году держали пар. 8 или 10 обработок сделали. Вот честно. И так мы с этим осотом сильно и не справились. Вроде вот закультивировали. Вроде бы вот все чисто. Три дня проходит, он гад руль. Когда переходили на органику, вы не уничтожили осот? Да его не было. Три дня проходит, он гад руль.